каким-то образом эфир прервался почему-то вот отвечу зашла чтобы ответить вам на последний вопрос по поводу того что можно ли похудеть на 8 килограмм за месяц да можно но это не очень хорошо у меня в марафоне девочка худела за три недели на 7 килограмм но она очень слишком интенсивно занималась она взял делала по две тренировки в день и это слишком большая нагрузка я не рекомендую худеть на месяц на 8 килограмм потому что кожа не успевает за вашим похудением и она не успевает восстанавливаться вы похудеете но она будет вот висеть вот мешочком висеть и потом вы будете долго 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 ее восстанавливать зачем это нужно это не нужно поэтому настраивайтесь на похудение качественное здоровое которое не повлияет на ваш организм в негативную сторону вот поэтому нормальное похудение это 23 максимум 4 килограмма в месяц вот так так но я вот ответила на вопрос тамара ты в москве напиши мне в личку ватсап тебя есть телефон классно если начинать тренироваться нуля нужно совсем по одному два упражнения делать поначалу нет можно брать полностью мою тренировку и делать минутам 10-15 повторений по одному кругу все если значит так почему многие спрашивают про массаж внутренней части бедра кого спрашивают спасибо нельзя ли делать массаж на внутренней части мира ну смотрите можно но не заводя в паховую область то есть там где у тебя лимфоузлы там мы не трогаем то есть это вот вот получается ну вот как показать то господи не знаю не знаю как показать короче от промежности вот ставишь на от сгиба да вот где вот промежности вот ножка идет ставишь сюда ладошку и вот то что ниже ладошки там можно делать а вот то что выше ладошки да где сама ладошка там нельзя спасибо большое можно ли делать разгрузочные дни на яблоках можно разгрузочный день питьевой ряженка латы чая в одна можно почему нет но разгрузочный день он даже не для похудения а для очищения и для того чтобы ваши внутренние он органы отдохнули от целлюлита избавляются питанием а если вес 40 килограмм лишних так и что ксюша и что к чему вопрос ты-то знаешь ты уже два марафона прошла что продолжаем тренироваться продолжаем питаться гематоген за или против если он в без искусственных добавок то в принципе почему нет расстались мы потому что не смогли вместе жить все можно ли утром кашу без варки с сухим молоком и с сахаром нет с каким сахаром ребят сахар мало того что для стройности не очень хорошо себя проявляет но это еще и потенциальный возбудитель такой болезни как сахарный диабет поэтому сахар лучше исключать из рациона колбаса очень вредная на запах на завтрак при похудении смотрите сама колбаса по себе если вы ее сами приготовили например или вы купили у фермера нет она не вредная но мог почему отказываемся от колбасы потому что во первых как она готовится представьте большой конвейер по которому в одном там чане мешается это мясо потом она все идет куда-то еще там еще где-то мешается потом еще 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 обратите внимание когда вы покупаете какие-либо продукты часто в них есть приписка может содержать следы там глютена может содержать следы орехов может содержать следы молока как вы думаете почему это пишут потому что конвейер когда проходит он не промывается то есть допустим на этом конвейере готовилась там ну какая-нибудь сухая молочная смесь к примеру я сейчас допустим не пара колбасу просто чтобы вы поняли да просто с колбасой мне сложно этот пример представить и объяснить вот я объясняю на молоке сухая молочная смесь готовилась на этом конвейер вот оно все прошло проготовила следующая смена заступает и начинает готовить там какой-нибудь сухой завтрак без молока допустим для тех людей кому типами молоко нельзя и все конвейер не вычищается почему они пишут что может содержать следы молока там или орехов или еще чему-нибудь потому что следующие потом начинается следующие продукты до идет уже поэтому конвейеру и он постепенно этот продукт очищает это молоко понимаете о чем говорю да и вот такой идет конвейер подумайте как делается мясо молоко колбаса этот конвейер идет где-то застрял кусочек мяса где-то он уже там какой-то не очень не первой свежести а если туда попало какое-то животное в виде там не знаю насекомого какого-нибудь или не знаю крыски там или что-нибудь и все это перемололось в такую муку вы это не абсолютно никак не почувствуете но вы это съедите это первый момент второй момент для того чтобы эти все продукты хранились достаточно долго для того чтобы имели там определенный цвет определенный запах добавляются ненужные ингредиенты такие как консерванты загустители красители окислители антислеживатели и всякая вот такая байда это все искусственные добавки которые крайне негативно сказываются на здоровье вашим может быть они в каком-то в какой-то мере и не повлияют на ваш организм потому что в принципе то они все разрешены гостами да но но есть соединение опасные этих этих ешек этих добавок когда допустим без от натрия 211 очень распространенный консервант который присутствует практически в каждом продукте когда он впадает в реакцию с искусственным витамином c он образует бензол который вызывает раковые опухоли вы никогда не будете сращивать что сегодня мы съели эту колбасу с этим консервантом и потом выпили там томатный сок ой томатный сок ну там какой-нибудь сок с витамином добавленным витамином c понимаете да вот реакция внутри уже вашего организма прошла не не выводится из организма оседает все постепенно накапливается мы любим зачастую одни и те же продукты покупать да то есть привыкли к одному там прикупили одну колбасу и покупаем одного производителя иногда там что-то меняем но в основном мы покупаем одно и то же таким образом все эти вредные добавки аккумулируются собираются в нашем организме и начинают его отравлять и начинают там какие-то аллергические реакции астмы там диабеты раки опухоли да все это проявляется у нас но мы не понимаем боже откуда у нас это взялось никогда в семье такого не было а потому что ты блин любил сжирать колбасу с витаминками понимаешь вот и все поэтому я просто рекомендую почему мы не едим колбасу да потому что там просто эти добавки все если ты уверен в этой колбасе ну пожалуйста можешь ее поесть если там правда нет никаких добавок вот так если сердечко при этом совсем ухает с снизить интенсивность тренировки прям снизить убрать прыжки если большой сильный вес слишком большой убираем прыжки спасибо большое девочки а мне сегодня уже не так более от массажа спины ну да это вот легче проходит сколько нужно скинуть за марафон если сли лишних почти 40 килограмм чтобы не навредить то же самое не не нацеливайся больше 4 килограмм не больше 4 килограмм постепенно нацеливайся на долгосрочный результат в твоем случае да когда большой вес чрезмерный вот 4 килограмма в принципе можно вот за марафон да как восстанавливать кожу после похудения вот не запускать до такого момента чтобы она у тебя обвисал как восстанавливать питание полный комплекс витаминов до чтобы то есть разнообразно сбалансированное питание плюс также тренировки и плюс массажей какие-то там не знаю обертывания можно пилинги делать это все постепенно работает в комплексе добрый вечер год назад очень много тренировалась живот был все равно потом забросила ну-ка что не так питание вероятнее всего было не так нужно не знаю кожа лица да это фильтр девчонки когда лучше качать пресс утром или вечером пресс качается до в любое время ну я вообще в принципе не приверженец того чтобы качать пресс вы можете кать на качать его уходит там закачаться но у вас кубиков видно не будет потому что вы питаетесь неправильно да я вот говорю что очень классно прокачивает пресс турник но плюс питание потому что если будете жрать как обычно да многое и все подряд то будет жир поверх пресса пресс будет там где-то за слоем жира но его вы не увидите сахарозаменители но я не могу там сильно много про них рассказать я знаю что дотронулась до этой моли вот сукралоза например не очень хороший сахарозаменитель потому что вымывает кальций потом вот всякие остеопорозы да и так далее особенно детям не рекомендуется не сторонник я в принципе сахарозаменители потому что все равно это не такой вот натуральный стере это может быть топинамбур сироп топинамбура финиковый сироп там сами финики бананы вот вот это вот да можно виноградный сироп вот пожалуйста вот это лучше чем сахзамы сахали начинает тренинг ого как раненько проснулись привет германия как убрать быстрый живот тренировки и питание питание 80 процентов успеха если есть грыжа можно заниматься спортом да можно если кто-то из нижнего гора просто интересно правда что смеха пресс качается но у нас когда мы даже дыханием дышим дыхание да по утрам на наших марафонах тоже чувствуется работа пресса спасибо сколько примерно при росте 150 и весе 41 килограмм нужно употреблять калории на что вес нормально при росте но пока же вот это моя проблема есть формула посмотри в интернете харрисона бенедикта вот ее посмотреть посмотри и по ней посчитай все зависит не только от роста и веса но еще от твоего возраста и от уровня твоей активности и там делается расчет это диета не пробовала слышала не изучала не знаю пока я бы кофе в принципе исключила потому что это наркотик действительно наркотик потому что я на себе это проверила когда я не любитель кофе до потом ну как то вот получилось так что один раз там предложили я выпила второй раз предложили я выпила третий раз и на четвертый раз мне уже самой захотел дому чё это мне хочется кофе странно реально наркотик от которого нужно избавляться это ложный такой возбудитель нервной системы ну я в нем не вижу ничего хорошего если сегодня расслабилась и покушала много времени у меня завтрашнего начинать кушать правильно ну да не надо откладывать еще на неделю что делать с растяжками на ногах пилинги массажи ну ничего не сделаешь смотря какие как что-то может уйдет что-то не уйдет что-то там нивелируется обруч хороший вопрос про обруч смотрите ну наверное да эффективен но я не рекомендую потому что крутя обруч вы можете травмировать свои внутренние органы отбиваете просто себе почки отбиваете там все что у вас есть внутри нехорошая эта тема если только это не пластмассовый ну не пластмасса какой-то малин алюминиевый в детстве были да у нас обручи вот это может быть и можно а которые вот эти шипами тяжелый нет ни в коем случае вообще прям противник добавки накапливаются эти в организме нету какие то может быть и выводятся я не знаю вот бенза от натрия например нет у меня позвоночник болит когда сплю на диване ну надо значит поменять более твердую поверхность может быть он неровный поэтому болит большие ляхи что мне делать тренироваться мы кушаем только свою колбаску с медвежки нет но почему нельзя колбаску если ты вот взяла кусок мяса допустим до перемолола его сама вот если ты сама это сделать чем нельзя ну я думаю что можно а правда что живет растет от поеданий на ночь типа не ну да конечно хочу кушать что съесть съесть болгарский перец или огурец конечно был розыгрыш так про обручи уже сказала после первой тренировки до сих пор болят ягодицы кайф как удаш на кролика говоришь хочется слушать 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 спасибо да брокколи можно огур а брокколи огурчики на брокколи кукурузу например кукурузу можно заодно прочиститься все как голодание отношусь очень хорошо практикую вот планируем 30 апреля все таки хотела 16 поголодать но не подготовилась и вот пропустила 30 надо прям взяться да у меня дочка 15 лет что желательно кушать чтобы брать этот маленький животик как что ну да все нужно кушать потому что питание должно быть сбалансированных вот должно хватать вам витаминов микроэлементов вот всего до клетчатка должна быть углеводы жиры это все должно быть для вашего здоровья да потому что похудение должно быть здоровым но тут такой момент что это должно входить в вашу норму калорий если вы превышаете соответственно животики будут если вы там либо в норме либо в чуть-чуть в небольшом дефиците то будет уходить жир ну плюс тренировки пожалуйста можно ли заниматься если ты кормящая мама нужно нужно у нас в одном из марафонов победила девочка трех не мама трехмесячного малыша и она выиграла приз причем такой хороший существенный приз на гв вот и питание у нас на меню для марафона у нас все предусмотрено великолепно все проходит девчонки худеют гв не гв и заниматься нужно и молоко будет даже лучше вырабатываться чем да потому что это физическая активность а по странировке когда лучше есть если вот я вечером сейчас только сделать сегодняшнюю или лучше уже вообще не есть но если сейчас вот вечер пол одиннадцатого то уже как бы вообще лучше не есть лучше лечь спать вот а так после тренировки болгарский перец я говорю вот ну и вечерняя тренировка то протеин можно выпить например коктейль да но прием пищи вот такой ли вообще любой прием пищи любой прием пищи за три-четыре часа до сна если вдруг там за час за два часа допустим это это вот какие-то помидорчики огурчики а за часто ну максимум кефир выпить фруктоза ну фруктоза тоже считается сахаром как бы не особо привет из швейцарии девочки но я не знаю я по моему русским языком написала в посте и stories тоже зачем еще раз спрашиваете непонятно рост у меня сто шестьдесят два сантиметра вес пятьдесят четыре килограмма я могу тренироваться питаться вне постанов пост не могу не поправляться на почти одних углеводов скажи пожалуйста можно ли в пост правильно настроить питание можно конечно белок то ты все равно должна употреблять корректирую не надо есть одни углеводы во многих продуктах и много белка и он должен присутствовать в твоем рационе поэтому побольше овощей побольше фруктов да ну и и в общем-то все про яблоки я уже говорила можно пижамки а м пижама а м пижама какие углеводы можно кушать для похудеть все углеводы сложные кушаем в первой половине дня это завтрак и обед на ужин мы углеводы уже не едим какие у нас сложные углеводы это все крупы макароны твердых сортов на вот какие быстрые углеводы это печенье пироженки хлеб высший сорт муки да вот вот это все мы уже не едим вечером так и уже спать пора реально ли избавиться дрябла в живота за месяц при пп и зарядки не знаю смотря какой у вас стартовый капитал скакалка ну можно скакал куда как быть сухофруктами можно с чаем вместо сладости да можно но учитывая что фрукты ну сухофрукты они высококалорийные то есть небольшое количество должно быть молочки отношусь нормально но она не всем заходит от молочки могут быть аллергические реакции прыщи там высыпания какие-то и вполне возможно что вы даже и не знаете не думаете что это от молочки если у вас там ну какие-то отеки да вот если это все присутствует то попробуйте исключить молочку и посмотрите вес 83 купила резинки рака макофит конечно можно заниматься зачем сначала все занимайся что почему 30 а 30 это кадаши дни кадаши это по лунному календарю 11 26 лунные сутки в эти дни лучше всего проходит эффект от голодания поэтому 30 баланс белков жиров углеводов 30 30 40 или 25 30 45 или 20 30 50 да вот то есть белки жиры углеводы вот такой баланс спасибо большое я голодаю когда ухожу нас на суточный год 36 часов не знаю про кесарево ну как бы понимаешь я могу конечно тебе сказать что да это возможно до 100 процентов но я не знаю и никто тебе не скажет думаю что реально но пока ты не попробуешь пока ты не потрудишься а трудиться нужно будет долго ты не узнаешь вот и все ну я думаю что возможно спасибо пожалуйста про суховы рутки можно я уже ответила спорт никак не люблю не полюблю худе только при 900 килокалорий физика никакой боюсь что это стресс для организма совершенно верно боишься потому что и результата у тебя вполне может быть и не быть на 900 килокалорий худеть нельзя то есть представь что человек который лежит в коме который вообще не двигается да никаких движений не производит а вот ему глюкозу вливают на тысячу килокалорий просто для того чтобы его тело ну чтобы организм внутренние органы чтобы ну сердце билось да и все такое так вот а ты двигаешься ходишь там ну даже если спортом не занимаешься и ты начинаешь себя просто морить голодом одно дело голодать как лечебное голодание да ну вот разгрузочные дни это одно дело а другое дело питаться на 900 килокалорий когда у тебя постоянная нехватка у тебя мало того что ну может и не быть потом результата организм начнет просто запасать энергию да в виде жира вот это один момент а второй момент что у тебя могут быть нарушения гормонального фона и как следствие потом уже нарушение в организме и проявление каких-либо заболеваний вот поэтому вообще не рекомендую нужно посчитать уровень твоих твоей нормы калорий и уже и питаться ну там может быть в дефиците на 10-15 процентов не больше ну а спорт ты не любишь ну как не любишь нужно что что ты любишь лежать на диване у каждого свой вид спорта есть который человек может полюбить нужно просто пробовать начать пробовать разные виды спорта я убеждена на тысячу процентов что у каждого человека есть свой вид спорта который ну вот ради которого он будет бежать просто да вот это могут быть танцы это может быть пилон пилатес йога функциональный тренинг там какой-нибудь бокс или там лыжи или не знаю конный спорт ну все что угодно видов спорта очень много просто нужно тебе найти свой то что физическая активность как движение зарождает движение энергия порождает энергию это своего рода вот такой вечный двигатель потому что если ты не двигаешься и у тебя нет этой физической активности никакой то у тебя там и лень наступать тебе не хочется ничего делать я когда занимаюсь физически у меня появляются силы желание что-то и по дому сделать да там что-то не знаю творить что-то делать ну это просто нужно найти свой вид спорта и все к чаю перед сном ну можно чай попить но если он без сахара вот с сахаром нет плохо нельзя да адыгейский сыр вместо творога можно в этом сыре вилка на 100 грамм да можно почему нет как набрать вес не могу постоянно что-то кушать записывайтесь в наш записывайтесь в наш марафон потом берете меню расчет коварожа с профицитом и питайтесь по нашему меню когда у тебя в рационе сбалансированное меню сбалансированный рацион тогда будет и набор плюс тренировки силовые желательно как сырники по утрам можно если там нет сахара там да то есть вместо сладкого сахара ты можешь туда добавить банан например будет тоже сладко но уже будет более полезно что делать если есть не хочется особенно по старинёвке аппетит пропадает ну не есть поесть тогда когда у тебя появится аппетит все как правильно питаться при напоривых все мне надо уже спать как правильно питаться я уже четыре часа получается разговариваю у меня было две часовых сессии девчонками с победителями сейчас уже вот второй эфир как правильно питаться при мышечной массе при наборе мышечной массы вот я уже говорила попробуйте наш марафон просто должен быть баланс все знаю ответы на все вопросы отказаться от говна не могу эфир слушала по культуре питания или нет вот надо послушать питание до и после бега знаете как я считаю что ну вот есть принципы адекватного питания да когда ты вот самое простое на завтрак ты ешь углеводы да возможно там с белком на обед ешь углеводы с белком и на ужин ты ешь белок с клетчаткой да с овощами вот во всех этих особенно вот в первых двух приемах пищи вернее во втором и в третьем должны присутствовать жиры вот и если у тебя выпадает тренировка любая бег не бег функционально силовая вот когда она у тебя вот прошла тренировка допустим да ну утром например если ты идешь на тренировку с утра раннего то ты утром просто там съедаешь там банан например и пошла потренила после тренировки ты пошла позавтракала все не важно какая тренировка главное чтобы организм получал энергию все таких вот прям если вы в профессиональном спорте да то значит наверное у вас есть тренер и диетолог который грамотнее меня вот в этом плане если это профессиональный спорт но я думаю что мы тут профессиональным спортом не занимаемся поэтому питание должно быть просто сбалансированное и тот прием пищи должен быть который вот у вас по ну по режиму следующее идет да блин мне кажется я вот все вопросы уже ответила может быть вы просто не услышали я не приверженец читмила потому что я считаю что сладкое да и что-то там не очень полезное нужно есть тогда когда тебе этого хочется вопрос в том что а действительно тебе ли этого хочется да и ну читмила что ты вот неделю неделю ты такая вся типа на диета ограничение все это все диета я против этого потому что любое ограничение порождает неуемную тягу к этому к запретному поводу все если у тебя нет ограничений и ты воспринимаешь это осознанно да что вот это вредная пища я не хочу ее в себя пихать все да я я не ем конфеты да например ну очень редко там прям крайне редко когда вот парикмахер ухожу бывает и той зачастую отказываюсь но бывает что если там сильно голодная то могу поесть и то я там смотрю состав да что там за конфета если там есть какие-то консерванты то я есть их не буду вот а тут вопрос просто осознанного подхода к еде все как она влияет на твой организм а читмилы эти ну что ты ну посидишь ты неделю на этой диете будешь себя всю неделю ограничивать а потом за это за этот читмил нажрешь там в два раза больше зачем лучше ты съешь это что-то вкусненькое что-то сладенькое да в любой день когда тебе по-настоящему этого захочется а не тогда когда надо был период времени когда а мне привозили эту еду доставка еды там рацион там типа сбалансированный и мне привозили я уже не помню на сколько там калорий и вот я помню что вот у меня там их пять этих рационов да и вот мне вроде как бы надо съесть я не хочу есть понимаете но я знаю что мне надо что вот ну как бы что типа мне вот это надо разрешено понимаешь и и и смысл ну а так ты так так же будешь знать и может быть и не будешь хотеть эти пироженки там в этот читмил но у тебя типа суббота читмил и будешь обжираться нафига это надо лучше ты возьмешь и съешь тогда когда тебе по-настоящему этого захочется но в определенное время до до обеда как удается выглядеть 39 на 25 ну как ну ну я подкалываю ботокс правда он мне не стоит вот прям совсем вот видите мне но сейчас тут фильтр просто еще да вот этот вот блестяшный а так конечно у меня морщины все у меня есть и неровный цвет лица и все занимаюсь питаюсь улыбаюсь позитив вот ну как то так понятно что все равно все равно я выгляжу да моложе там когда с людьми знакомлюсь конечно удивляются сколько мне лет я уже к этому привыкла когда не удивляются мне уже так так как это они удивились сколько мне лет вот но не на 25 конечно на 33 я выгляжу это точно да сухое голодание эффективней раза в три чем мокрое так скажем и как показала практика лично моя сухое голодание про переносится гораздо легче чем на воде мне очень понравилось я практикую спасибо что делать всегда хочется есть сдать анализы на глисты это серьезно тяга к сладкому может быть от того что у вас завелись какие-то паразиты спасибо как стиль безопасно выйти из этого дефицита 900 килокалорий постепенно повышать ну там добавлять чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть там по 50 калорий по 100 калорий в день потихонечку и все прийти в свою норму спасибо можно ли приобрести отдельные рецепты пп которые в марафоне или любые другие которые вы кушаете ну пока мы не продаем ну как бы отдельно оно будет дороже в марафоне это дешевле вот отдельно если у нас запрашивают рацион двухнедельный я отдаю его за 1700 рублей вот марафон сейчас стоит 699 можешь записаться в марафон и посмотреть там все меню ну вот скринить себе мне после обеда через час хочется есть что-нибудь сладенькое ну мне тоже хочется но на самом деле если ты сразу не поешь то в принципе потом уже можно и либо не хватает сложных углеводов когда не хватает не хватка сложных углеводов тогда хочется тоже сладкого когда не хватает любви хочется сладкого любви не только там от кого-то да тебе когда ты сама себя не любишь все будет хорошо правда да я знаю все это слова спасибо по орехам я не знаю сколько по грамм смотря какие орехи забиваете в программу fat secret смотрите сколько там ну этих калорий да и все и там обычно орехи это пять штук там пять-шесть штук мне раньше говорили что я прикольно я думала как это теперь вижу то тебя я понимаю это прикольно спасибо зачем задавать один и тот же вопрос второй раз на который я не хочу отвечать и уже ответил чтобы отечность не было за сколько дней до сна за сколько до сна можно выпить воды или того же чаю слушай ну вот здесь смотри сама по своему организму потому что все мы индивидуальны и я не знаю не знаю просто понаблюдай возьми там сегодня выпила там допустим прям совсем на ночь проснулась утром отметила так сегодня я такая завтра за час да или за полчаса выпила раз так отметила опять таки отечность она же не только от воды может быть но еще от продуктов которые мы употребляем поэтому тоже нужно анализ проводить я не считаю количество белка но рыбу я ем практически каждый день на ужин по какой формуле формула харрисона бенедикта может мы используем ее в марафонах вот но ни одна нет ни одной формулы которая рассчитает вам прям идеально калории ваш ну ни одной такой формулы нет поэтому придерживайтесь их но там уже смотрите по состоянию у нас после две недели рамадан на один месяц а я не нарушаю молодец так очень красивая кожа привезти ну я же говорю что я ну мезо там аквашайн иногда ну редко крема я практически ничего не делаю не мажу я ленивая жопа вообще в этом плане вот нина спасибо большое я пятерых родила животик уйдет ты же моя девочка ну если ты будешь работать я думаю что уйдет устаю устала сейчас да прям чувствую но сейчас уже видишь столько вопросов начало заниматься многие попа стали больше это мышцы растут и я просто пухну питаюсь по меню марафона занимаюсь дополнительно бегаю делаю выпады при себе ноги вечная проблема ну нужно посмотреть по итогам марафона ты сделала замеры на старте и потом в конце тоже нужно будет сделать замеры такого ничего критичного в худшую сторону точно не произойдет ну и как бы ну не может она прям так сильно расти от таких просто тренировок так про к праха за сах зам я уже отвечала а через сколько можно силовые после геморроя слушай я не знаю это вот у врача лучше спросить правда не скажу не знаю я кати заканчиваю всем 730 в принципе можно смотря во сколько ты ложишься спать если ты ложишься спать ну допустим вот и 730 закончила в 20 ты поела да ну если ты поела белок и овощи в 21 22 23 в принципе 23 если ты ложишься спать то нормально можно то есть полноценно ну либо прям совсем легкий ужин салатик можно поесть за сколько часов до бега по состоянию если если это утро и ты съедаешь банан то хоть за полчаса если это ну там день или после завтрака у тебя тренировка то два с половиной часа минимум после приема пищи эфир культура питания проходит в моих марафонах только там больше нигде я даже перестала меня приглашают в марафоны в прикольные в крутые но уже даже там я перестала его приводить потому что это уникальная информация это он реально переворачивает сознание людей и за это стоит заплатить денежку вот я буду делать вебинар по культуре питания сегодня присоединиться к марафону скажите что я разрешила напишите в я на фуме и можно да я разрешу разрешаю так да создавать из виды культ надо есть чтобы жить а не жить чтобы есть совершенно верно если очень хочется бухнуть вино сухое сухое вино красное вот я прибухиваю иногда дочь сладости ест в тихушку покупает шоколадки был конечно добрый вечер харьков да в я на фуме напишите в директ скажите что я разрешила и вас запустят но только нужно тогда оплатить быстренько и быстренько зайти нормально отношусь к ботоксу сама колю невролог запретил за спины разрешил изображение дома но то я уже раз это прирост мышечной массы дает только зал боже мой нет не только зал тренировки на турнике очень круто тебе прямо что нужно тебе много много мяса надо или просто красивая форма нужно вот смотря что тебе нужно если ты хочешь попу сделать как у катя усмановой то наверное да тогда я тебе не помощник наверное да но если ты просто ее хочешь округлить и сделать упругой да то вполне возможно все это сделать дома со своим собственным весом с резиновыми петлями да вот с этими вот пожалуйста и это там с турником с турником сделать рельеф вообще еще покруче там всех усмановых и всех остальных ну вы мой рельеф видели это все все сделано дома и на турнике вот да попа у меня там не такая как у кого там у дженнифер лопес и усмановой нет не такая как у них но у одной она от природы такая да а у другое она накачанная 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 весами вот поэтому ну я не сторонник тяжелых весов для женщин и я считаю что красота должна быть естественной главное чтобы это все было упруго вот упругость есть округлость есть у меня она была вообще плоская как доска вот такая вообще не было попы поэтому можно дома тренер просто хочет чтобы к ним ходить к нему ходили вредные привычки есть я пью вино сухое красное да про марафон я уже сказала да тяга на сладкое за глистов почитайте исследование да под секрет программка такая чем страшен сахар ну это постепенно развитие диабета например ну посмотрите фильм сахар просто понятно там раздуто и все утрировано очень но просто почитайте знакомьтесь как сжигать жир питанием в марафон заходите там есть у нас меню орехи на ужин нежелательно авокадо да я очень худенькая если в день 2000 калорий слушай тебе нужно посчитать свой свой свою норму килокалорий потому что я не знаю сколько 2000 калорий мне кажется для меня это будет много ну и может быть и для тебя будет много нужно посчитать не знаю нет авокадо можно авокадо это авокадо можно ну не на ночь не на ночь а вечером на виду на ужин про уходовую косметику хорошо покажу покажу что у меня есть зубами мне пришлют чек-лист прайс-лист я посмотрю там максимальная стоимость вот этих кап 280 тысяч вот и посмотрю у меня сейчас просто очень много расходов на магазин на обучение и посмотрим вывезу я это или нет бады ну вот омега-3 и то как они у меня стоят я все время забываю у меня есть витамины но я забываю два яйца на ужин ну не знаю ну белок можно поесть ну не на ужин перед сном ну блин не знаю это уже тяжелая пища все равно все ладно ребят там уже не заканчиваются вопросы да уже 4 часа вот разговариваю уже правда и во рту пересохло и спать уже пора все спасибо вам большое спасибо за вашу поддержку всем спокойной ночи извините кому не ответила не успела но я старалась отвечать на все значит вам отвечу уже в другой раз всем пока